Ну что, вот и мы приехали в замку. Да, интересно, что он сделан. Камень. Отдел я под низ перчатки резиновые. Ребятки, всем доброе утро. Приятно, что вы смотрите мой канал, мои видео. Сегодня четвертый день мотопутешествия по Самарской земле, по Поволжью. Ну и таких замечательных мотоциклов. BMW 1200 и BMW 1250 ГС. Сейчас мы собираемся, солнышко нет, пасмурно, по прогнозу дождик. Отправляемся мы в Самару, Жигулевск проедем и плюс к Гарибальде хотим заехать, на замок посмотреть. А оттуда потом двинем в сторону Саратова, гостиницу заказал. Вот такой на сегодняшний день план. Вот экипировка. Сейчас одеваюсь и в путь. Видео смотрим, ставим лайкосик, подпишемся на канал, пишем комментарии. А мы поехали. Спасибо вам, тетя Валя, за гостеприимство. Спасибо, что приехали, что не забыли нас. От всей души. Спасибо вам большое, что вы были здесь. Все нормально, все хорошо. Да я думаю, что мы еще приедем. Как-нибудь. Приезжайте. Все, оделись. Можно ехать. У нас не узнать. Уже другие какие-то. До того, все чистенькое, постиранное. Пока-пока, тетя Валя. Большой тетя... Всего хорошего. Давайте. Пока. Дай вам Бог здоровья. Давайте. Да. все топливами на 283 километра самара-оленбург остановились заправились на заправке осталось до 140 километров вам ехать баки полную можно ехать вольятин вольятин ну что город тольятти не ездил на жигулях а кто ездил на жигулях знают что город тольятти это оттуда автомобили жигули у всех наверно были мамы папы дедушки и бабушки были жигули город который производит до сих пор автомобили автоваз город тольятти ну что вот мы приехали замку как он гири бальди гарибальди да пойдем погуляем посмотрим что внутри вот такой да массивное место вообще волга получается замок класс гарибальди костле двадцатом году был построен вывеска класс ну мы чего не хватает кепку кепка осталась чапаюс погодка такая вообще отлично да солнышко нету пасмурно тепло да классно конечно отстроить интересно людей столько много приезжает я даже в одного человека видел фотки тоже на мотоцикле путешествует это он заезжал сюда интересно очень место была возможность есть у меня тоже заехал посмотреть красота конечно да на территории есть кафешки ресторан но сюда не зайдем потому что закрыто так рядышком пройтись поснимать вид вообще класс гири бальди да интересно что он сделан и камень камень с камнем интересно даже двери здесь можно зайти закрыто это он с пластика не с камнем сделан класс внутри ведутся работы так понял видите реконструкция драконы закрыто внутри что там прохода нету да в горы бальди ну что Виталий как тебе мощное место в магазин зашел очередь один продавец взялся он винирчик в магазин такой мощный выбор чего хочешь конечно но в тематике замка очень много всего сейчас хочу возле такого рыцаря сфотографироваться викинга сейчас пил кофе на таком прекрасном виде, и нам до Саратова 330 километров ехать, 6 часов. Да, что-то как-то много, да? 6 часов до Саратова. Интересное, конечно, место. 6 часов, сколько? 460 километров. А, 460, да? Да, наверное, сейчас тянем. Сюда мы 200, да, проехали, получается, еще 460. Получается, у нас где-то на круг 700 километров где-то, да? А до Волгограда сколько? Ну-ка, забей. Маршрут построен. 846. 846. Прилично. Все, отправляемся в Саратов ехать, 6 часов, 460 километров. Оделись дождевики, блин, у меня пилоп не работает, нету пилопа. Сейчас приоткрою. О, пошла. Сейчас испытаем новый дождевик. Как он будет вообще работать, скот. Интересно. Потестим дождевичок, скотик. Да, самлары осталось где-то нормально. Я вот смотрю, до Сызыва не сейчас дойдем, там дождя не будет. Резнисто-Балакова. Дай бог. Один я под низ перчатки резиновые. Посмотрим. Кто просто не хочет, а руки шапнерзли. Сыз ранний. Дождь прошел. Ну, такой хороший поливал дождик. Ох, надо будет экипировочку сейчас дождевик скинуть. Посмотрим. У меня такое чувство, что у меня жопа мокрая. Не могу понять, почему. Такое еду, как на мокрой жопе, блядь. Не знаю. Горетами обманчиво. Не, а так нормально. Вот это парусит. Мне кажется, большеват он. Непонятно. Не, а так прикольно. Штаны все. О, человечка, который взлетелый. С Екатеринбурга. На Крым идет. Я говорю, поехали за радость вместе. Чего мы? Чтоб не скучно было. Как хорошо, понимаете? Когда путешествуешь, люди все одинаковые. Это на разных мотоциклах. Встретил человечка, ты пытаешь Крым. Я в Саратов. Мы поехали вместе. В чем проблема? Ему будет веселее, спокойнее с нами ехать втроем. И нам будет веселее, новые знакомства. Все, ребята, приехали. Гостиницу кое-как нашли. Так без бутылки не разберешься, да? Был коньяк, уже смочканул. Привет. Да.